Орел стремительно включился в последнюю фазу подготовки ко дню города. Полным ходом идут праздничные мероприятия. Одними из первых открыли эстафету художники. Выставка «Артели 5» открылась еще неделю назад. В библиотеках сменяют друг друга экспозиции. В ближайшие дни на их базе откроется онлайн-викторина «Литературное кольцо Орловщины» и пройдет неделя краеведения. Ветераны активно принимают у себя гостей. Поздравить и поблагодарить за победу героев и участников войны приходят благодарные потомки. 31 июля горожан ждет знаменательное событие – открытие сквера артиллеристов. Сегодня близ Александровского моста завершаются строительные работы. 1 августа в Орле пройдет первый Муму-фест. Мероприятие будет длиться целый день. В его рамках – встреча с режиссером Грымовым и открытие памятника беспородной собаки. 2 августа – праздник «Ни дня без спорта» на Центральной площади. С 3 августа в городе пройдут традиционные митинги памяти возле памятников Великой Отечественной войны. Музыка народов в нашей многонациональной России так важны. Мы уже второй раз в городе проводим международный фольклорный фестиваль «Орловская мозаика». Он начнется 4 числа. В 14.00 в хореографической школе пройдет церемония открытия. Кстати, гостей города, проезжающих на вокзал 4 августа, будут встречать с оркестром. Одним из главных традиционных мероприятий был и остается торжественный митинг в сквере танкистов. На этой неделе проходят последние репетиции торжества. Над городом развернутся парашютисты воздушно-десантных войск. На тросах будут спускаться техника. Соответственно, пройдут показательные выступления рукопашного боя, взятие имитированного объекта. Все это планируется в течение полутора-двух часов. И завершится это замечательным красивым выступлением вокального ансамбля «Голубые береты» и угощений жителей нашего города солдатской кашей, приготовленной по специальным рецептам десантных войск. Ожидает горожан и масса других сюрпризов. Алла Новоженина, Антон Яковлев, телеканал «Первый областной». Антон Яковлев, телеканал «Первый областной»